Здравствуй, зритель! Ты слышишь Лёшу Халецкого, который продолжает ретро-марафон, к которому, надеюсь, присоединишься и ты. Сегодня у нас игра Majesty, и это продолжение темы непрямого контроля, начатое в видео о Dungeon Keeper. Игра Majesty появилась в 2000 году. Как раз на подъеме были ролевые игры, Baldur's Gate, Planescape Torment, Icewind Dale и стратегии в реальном времени, Warcraft и его многочисленные клоны. Вроде даже Starcraft был на подходе. И быть Majesty очередным клоном Warcraft, если бы его создателям не пришла в голову одновременно и простая и гениальная мысль перерезать ниточки, соединяющие нас, кукловода и юниты, которыми мы управляем. Кстати, создатели Majesty, разработчики из Cyberlaw, до выпуска этой игры ничем значимым не отметились. Они занимались как раз выпуском аддонов к Warcraft, к Heroes of Might and Magic, причем, по-моему, только ко второй части, даже не к третьей. И Majesty была их первой оригинальной игрой. И вот тут сразу такая удача. А ролевые игры я упомянул не случайно, потому что игра получилась ролевой игрой, вывернутой наизнанку. Что происходит в ролевой игре? Нам кто-то дает квесты и мы их выполняем. В Majesty же мы даем квесты нашим подопечным и вообще никак не влияем на их желание выполнять их, покупать себе вооружение, покупать себе целебные напитки и так далее и так далее. Вообще полное название игры, кстати, Majesty The Fantasy Kingdom Sim, то бишь симулятор фэнтези королевства. И на самом деле это довольно полно описывает игру. Вы занимаетесь только экономикой, то бишь строите рынки, гильдии, в которых нанимаете героев, строите кузницу, в которой следуете оружие и броню и так далее, и так далее. В общем-то есть все элементы, которые присутствуют в любой ролевой игре. Играли, ну, например, в The Elder Scrolls Morrowind. Вы там могли выбрать класс вора, пойти записаться в воровскую гильдию, потом заглянуть к кузнецу за оружием и к алхимику за снадобьями. Вот это все и есть в Majesty. Только вы находитесь с другой стороны, со стороны того человека, который все эти гильдии устанавливает, строит и запихивает в них барахло для покупки. Ну, естественно, какая ролевая игра без охоты на монстров. Все это тоже есть. Герой может пойти и убить монстра и получить с него какую-то офигенную шмотку или деньги. А может и не пойти, если вы не назначите нормальную награду за монстра или за уничтожение его логова. При этом у героев в голове, ну так можно в кавычках сказать, в голове. Какая-то такая замысловатая система ценностей и очень здорово, по-моему, разработчики продумали все скрипты, которые героями управляют. Потому что, как сделали бы не талантливые люди? Они бы им задали какие-то прямые пути, типа, у тебя есть деньги, пошел купил себе оружие, пошел напасть на монстра, чтобы получить еще денег. Если ты видишь, что монстр сильнее, ты от него убегаешь, тебя не убивают. В общем, было бы скучно, но это, не про Мэджести. В этой игре все сделано для того, чтобы у каждого героя, которыми вы не управляете, еще раз напоминаю, была индивидуальность. Вот вы только что наняли воина в гильдии воинов, извините за тавтологию, и он радостно пошел сразу убил с обменотавра. Потому что у него там где-то прописано, видимо, что он бравый вояка, полностью тупой, который там за родину, знаете, за Сталина. Окей, на его место вы наняли другого. Этот, наоборот, от монстров постоянно бегает, потихоньку там где-то собирает по крупице денежку, понемножку покупает себе вооружение, не особо быстро прокачивается в уровнях, но зато живой. И так за каждым героем можно наблюдать. А уж какой попа боль возникает, когда умирают высокоуровневые персонажи. Да-да, Мэджести — это игра, за которой интересно наблюдать даже, а не играть. Ну, что я говорю, играть в нее, конечно, тоже интересно, но по-хорошему, я вот помню где-то, когда игра вышла, читал такое определение, что Мэджести — это игра, которая играет сама в себя. И это действительно так, потому что если вы ее оставите наедине, ну там, построите достаточное количество гильдий, достаточное количество магазинов, где герои могут себе прикупать шмотки, вы можете ее оставить на несколько часов просто, и она там будет жить своей жизнью. Конечно, если это не сложная карта, где там, ну, действительно надо хорошенько так следить за процессом. На какой-нибудь средней, обычной большой карте так вот делаете. Можете уходить куда-то по делам, придете, посмотрите, что ваши ребята тут выросли в уровнях, чем-то там занимаются, монстров убивают, уже несколько ваших героев убито, и они появились на кладбище. Среди вашего города появилась канализация, из которой периодически вылазят крысы-мутанты. Ну а с кладбища, где упокоены неудачливые приключенцы, иногда выползают зомби, вампиры и скелеты. Кстати, вот особо надо обратить внимание вот на эти мелочи всякие разные. Вы не просто строите гильдии, но и в этих гильдиях герои тоже живут своей жизнью, они тоже что-то дополнительное делают. В гильдии воров можно, например, любому другому герою, из другой ли гильдии, смазать оружие ядом. В гильдии волшебников ваше оружие зачарует. Если вы построили храм Агреллы, там можно целителей нанимать, то эти целители бегают, сажают цветочки, из которых потом рейнджеры могут создать тоже зелье для себя. Это уже другая гильдия. То есть тут все взаимосвязано, есть много таких мелочей, которые действительно, есть в ролевых играх, но они поданы под другим углом. И все вы эти мелочи узнаете, как любитель ролевых игр. И для вас настолько все логично происходящее на экране, что сразу погружаешься в эту игру. Но плюс к этому Мэджести была и сложна. То есть это не просто какой-то «Вау, мы тут вывернули ролевую игру наизнанку, какие мы прикольную идею сделали, вот смотрите». А самой игры и нету, да, сложности никакой. И ты поиграешься там полчаса-час, скажешь, ну да, идея прикольная, но где сама игра? Нет, это не про Мэджести. Тут каждая карта была интересна. Ну, объясню, что тут кампания, на каждой карте что-то происходит. Когда вы эту карту проходите, несколько карт определенной сложности прошли, открываются другие карты более высокой сложности. Так вот, даже самые простые кидают вызов. И надо соображать и понимать игру. Конечно, тут есть и песочница, и рандомные карты, это все есть. Но кампания тут интересна, и это та самая стратегия, в которой интересно кампанию проходить. А уж самые сложные карты, последние, это экспертного уровня. Это вообще с первого раза не проходится никогда. Их надо серьезно к ним подготавливаться, понимать, что происходит, и разбираться в игре. Онлайн-версия 2GIS подскажет, какие рестораны, бары и кафе появились за последние три месяца. Компания 2GIS оперативно обновляет свои карты, и вы всегда в курсе актуальной информации. Скачивайте приложение под вашу платформу абсолютно бесплатно с сайта 2GIS.ru или пользуйтесь онлайн-версией 2GIS, если быть точным. Но при этом поражение в Мэджести не вызывает каких-то негативных эмоций. Ну потому что вы же юнитами не управляете, это они там электронные болванчики, не догадались, как победить. В общем, в 2000 году Мэджести оказалась просто раем для тех, кто уже не мог и не хотел играть в Варкрафт, в его многочисленные клоны и вообще в стратегии реального времени. Оказалась блестящая идея перевернуть все с ног на голову. При этом, вот обратите внимание, те, кто что-то придумывает, какие-то идеи пытается воплотить. Здесь все сделано очень просто, тут нету никаких наворотов. Другие люди могли бы сюда еще напихать кучу-кучу всего, и игра бы рухнула под тяжестью различных экспериментов. Мэджести на самом деле очень банальная игра, банально до ужаса. Но так как она работает по другим законам, вот так вот вывернутым, но ты эти законы понимаешь, хотя знаешь их с другой стороны, то игра и одновременно свежа, но при этом знакома. Также показательна дальнейшая судьба разработчиков и самой игры Мэджести. После выпуска такого хита разработчики из Cyberlaw благополучно закрылись. Ну да, они там выпустили еще дополнение к Мэджести и все. Они пытались создать Мэджести 2, но не успели. И это очень часто в нашем мире случается, когда люди, создавшие что-то необычное, оригинальное, в итоге на этом денег не зарабатывают и закрываются, или уходят, или кончают жизнь самоубийством вообще, не дай бог, конечно. А бездарности и наглецы, которые лезут в первые ряды, остаются на плаву долгое-долгое время. Права на название Мэджести выкупили наши добрые знакомые из Paradox Interactive. Ну это те, кто выпустил и Европа Универсалис, и Stellaris, и Cities Skylines, и Banner Saga. В общем, те люди, которые разбираются в стратегиях. И отдали производство Мэджести 2 российским разработчикам из компании Inoco. Но произошло это не сразу. И вторая часть вышла аж в 2009 году. Была она в 3D, но поначалу, конечно, к разработчикам и к самой игре было много претензий, потому что игра вышла очень обрезанной, и всякие дополнения, то есть дополнения не большие какие-то карты, а конкретно вот просто отдельно новая гильдия, отдельно там новая карта одна, разработчики продавали за реальные деньги. Это выглядело настолько пожлобски, вы уж меня извините, а сама по себе Мэджести 2 изначально была настолько обрезанной и лёгкой, что многие поклонники первой части просто поплевались и продолжили играть в первую. Тем более, что стратегии обычно у нас непритязательные в плане графики, и их двумерная первая часть вполне устроила. Но постепенно, когда всё вышло, Мэджести 2 стала нормальной игрой, но при этом она продолжает выглядеть как скорее ремейк первой, чем продолжением с какими-то оригинальными идеями. Да, там кое-что переработано, немножко по-другому гильдии стали работать, немножко по-другому стали кузницы и рынок работать, чуть побольше всего стало внутри игры, но всё равно это всё та же первая Мэджести. Если вы никогда не играли в Мэджести, то, пожалуй, вам, конечно, будет приятнее на данный момент уже во второй Мэджести играть. И я не считаю, что вы там что-то потеряете или не увидите внезапно. Тем же, кто начинал с первой Мэджести, всё-таки первая Мэджести ближе к сердцу. Вот я сейчас, готовясь к этому видео, запускал и первую, и вторую, и душа как-то всё-таки к первой лежит. Но, повторюсь, вторая вполне хороша. Вся та же идея осталась, ничего не испорчено, тем более, когда она уже стала в полном виде, когда разработчики из Иноко победили свою жабу, и она больше не заставляла их выпускать отдельные издания в игру, то Мэджести 2 в итоге считается хорошим продолжением первой части. Более того, есть ещё и Мэджести Северное Королевство. Это та же самая игра, но для планшетов. На смартфонах, наверное, всё-таки мелковато будет. И она бесплатная, да, там есть за что платить деньги, но, вы знаете, я запустил на планшете, и вполне, вполне можно играть совершенно бесплатно. Так что можете находить и пробовать. Она такая же сложная, по-моему. И, судя по отзывам, именно это игроков расстраивает, что она сложная, и поэтому они считают, что создатели игры из них выманивают деньги, потому что там надо за каждую попытку на какой-то пройти карту. Там используется кристалл, и вот если у вас кристаллы закончились, то вы не сможете ещё одну попытку сделать, вот кристаллы надо покупать. Ну или упрощать себе игру, покупая кристаллы. Ну это не наш путь. Я повторюсь, я попробовал 4-5 карт пройти, и вполне единственное, чем отличается от компьютерной версии, ну, во-первых, такая пиксельная графика, по-моему, довольно милая, а во-вторых, всё-таки там нету многих строений, то есть она просто по контенту меньше. Вот и всё. Но для бесплатной игры, и для того, чтобы попробовать реально, что такое Majesty, о чём это, и если у вас есть планшет, то почему нет? Попробуйте. Я же всё-таки рекомендую начинать со второго Majesty, но за него придётся деньги заплатить. В конце я такой итог небольшой хочу сделать. Я вот сейчас, создавая эту ретроспективу старых игр, понимаю, насколько всё-таки необычным было время конца 90-х, начало нулевых. Практически каждая игра была каким-то новым жанром, или новым словом в жанре. Разработчики старались удивить не крутой графикой, а необычным игровым процессом. Это настолько круто, что вот эти игры до сих пор выглядят свежо. Но вот что на данный момент можно противопоставить Majesty, кроме её же продолжения? Да ничего, нету никаких подобных игр рядом. То же самое касается практически всех игр, о которых я рассказывал до этого. Я возвращаюсь опять к моей теме, которую я постоянно говорю и твержу. Кризис идей. Кризис идей, и это не только в игропроме. Это практически во всех сферах человеческой деятельности на данный момент. Ну а на этом всё. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк, и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, моё творчество распространится, и о нём узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдёте к ним. А на этом всё. Спасибо и до следующих встреч.